Нет персонала, защищен, обеспечен масками, которые вышивает здесь Славянка. 50 тысяч штук в день, это достаточно для Майлевской области. Обеспечены респираторами, обеспечены костюмами. Сколько ты продаешь сейчас в сутки масок? Я сделаю запас по Майлевской области, обеспечиваю аптеки 460 тысяч там. 550 тысяч у нас фармации лежит на складах, которые мы хотим попросить вас, чтобы можно было реализовать. Нет, я уже сказал, продавайте на экспорт маски, если вам не надо. В аптеках полностью обеспечены, то есть мы заходим сейчас в аптеку и маски там есть. Я не знаю, уже в кого не может быть, уже достаточно маски. Нет, если в фармации у тебя полмиллиона запас и где-то в аптеке нет, то эту аптеку надо закрыть. Никаких согласований, все, ты эти согласования получил. Я всех предупреждаю, чтобы было это, это, это и это. И не дай бог мы обнаружим там спекуляцию и прочее. Поэтому решайте в области все сами. Никакому Минздраву не надо обращаться. Минздраву надо лечить людей. Хорошо. Еще раз. В аптеках все, что необходимо, есть. Есть. И запас есть. И запас. И излишнее уже есть. Излишнее. Надо продавать, если есть спрос. Просит россияне, латыши эти маски. Ну почему не продать? Надо помочь людям. Спасибо за решение. Перед концерном вами и правительством была поставлена задача в кратчайшие сроки организовать насыщение внутреннего рынка, отечественные средства индивидуальной защиты для населения и для медицинского персонала. Задача стояла изготавливать сутки порядка двух миллионов масок в день. Значит, надо отметить, что задачу эту с февраля месяца и в марте пришлось организовывать практически с нуля. В феврале месяца у нас четыре предприятия концерна производила маски в сутки и объем суточного выпуска составлял 60 тысяч. Совместно, конечно, с вертикалью местной властью мы за март месяц практически мобилизовали все мощности предприятий легкой промышленности и государственной собственности и частный малый микробизнес. В результате чего, по итогу марта, мы вышли на суточную мощность по изготовлению масок миллион штук в день. 15 апреля мы уже всей страной с микроорганизациями выпустили 2 миллиона 230 тысяч масок. Начинали с 60 тысяч, 2 миллиона 200 имеете сейчас. В том числе 800 тысяч масок медицинских, это из нетканого нашего материала. Мы практически по Могилевшине, если судить, насытили масками и медицинскими, и бытовыми этими масками насытили рынок. Уже нет той остроты. Давайте говорить откровенно, за пределами спрос большой. Ну так надо реализовывать и людям поможем, и мы компенсируем те расходы, которые мы понесли, закупая в начале года маски по всему миру. Мы тоже закупали полмиллиона, он шьет и 20 тысяч расход. Что мы ждем? Пускай продают, это товар, это товар, ну существенный товар, все продают маски. Посмотрите, Китайская Народная Республика, я думаю, они уже там миллиард продали этих масок. Поэтому надо производить и продавать. Поэтому надо гибко себя вести. Надо, спрос есть, продаем и прочее. Но, чтобы не оголили наш рынок по товару, школьная, правильно, одежда нужна будет. А потом будем по импорту более дорогие вещи завозить, это недопустимо.